грехи на исповедь список как приблизиться к богу через исповедь мир вам друзья приветствую вас на блоге виктор обуслов познаний у нас у каждого в кармане есть монета с которой мы идем магазин эту монету мы не можем положить в чай или как приправу к хлебу монета создана только для того чтобы употреблять ее для покупок магазине мы люди человечество создано чтобы иметь взаимоотношения с богом это наша на наша цель и призвание но нас что-то отделяет от общения с ним и это грех так какие грехи нам мешают взаимоотношениям с отцом небесным какие грехи на исповедь принести чтобы опять помириться и приблизиться к богу список во первых об этом говорит дух святой всему человечеству это что не верует в иисуса христа во вторых это ежедневные ошибки в этом видео мы обсуждаем грехи которые отделяют нас от отношений с богом наша конечная цель как людей иметь связь с ним но грех выступает в качестве барьера присоединяйтесь к нам когда мы исследуем важность исповеди и прощения в построении более глубоких и близких отношений с нашим небесным отцом не забудьте подписаться на более глубокий контент о вере и духовности а ведь для этого и пришел господь восстановить взаимоотношения исповедание грехов открытие двери к более близким отношениям с богом самый первый грех для всего человечества это не вере в иисуса христа об этом говорит сам господь откроем евангелие от иоанна 16 глава стих 7 по 12 но я истинно говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если они пойду утешитель не придет к вам а если я пойду то пошлю его к вам и он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде о грехе что не верует меня о правде что я иду к отцу моему и уже не увидите меня о суде же что князь мира сего осужден еще многое имею сказать вам но вы теперь не можете вместить это евангелие от иоанна 16 глава стихи 7 по 12 здесь господь говорит своим ученикам рассказывает о духе святом дух святой рассказывает о наших грехах самый первый грех всего человечества списке грехи на исповедь это не вере в иисуса христа если вы этого не сделали не верите то это чувство испорченности осуждения вас не покинет это ваш дух и душа вопиет и ничего сделать не сможете есть только один выход это молитва покаяние в неверии друзья если вы не приходите к богу с верой в иисуса христа все остальные грехи исповеди бог не слышит эта дорога путь к присутствию бога препятствие греха как приблизиться к богу через исповедь если вы уже верующий человек то это дух святой через вашу совесть вам говорит откроем послание апостола павла римлянам 2 глава стихи с 14 по 16 ибо когда язычники не имеющие закона по природе законное делаю то не имея закона они сами себе закон они показывают что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие то оправдующие одна другую в день когда по благовестию моему бог будет судить тайные дела человека через иисуса христа это послание к римлянам 2 глава стихи 14 по 16 наша совесть не очищенная духом святым нам сама показывает наш грех если хотите возьмите блокнот и просто запишите в течение дня что сделали плохого это и будут грехи на исповедь список ваш но он может быть долгим а представьте за месяц поэтому лучше в конце каждого дня принести свои грехи на исповедь а лучше сразу осознав попросите прощения конечно исповедуйте грехи по имени назовите слух свой грех и попросите прощения у бога и он будучи верен и праведен простит ваши грехи и очистит от всякой неправды отделить от нас грехи на исповедь бог отец небесный отдал сына своего чтобы мы не жили и не были поломаны грехом а но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали что мы поражаем наказуем не чижен богом но не но он изъявлен изъявлен был за наши грехи и мучим за беззакония наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились эта книга исайя 53 глава стихи 4 5 до иисус христос пришел для того чтобы отделить от нас грех и его последствия но неужели только отделить а дальше как жить как жить и что делать когда пришел к богу его церковь друзья иисус не только защитил освободил нас от греха но еще и хочет чтобы мы жили для правды прийти его церковь это только пол дела а дальше жизнь и не только нам этого хочется но этого хочет и господь именно для этого он и вознес телом своим на древо чтобы мы избавившись от грехов жили для правды жили друзья жили жить в свободе когда мы пришли к богу мы и бог хочет чтобы мы жили в свободе иметь семьи мечты стремится стремиться к чему-либо в своей жизни в послании к римлянам 8 глава павел говорит итак нет ныне никакого осуждения тем которые во христе иисусе живут не по плоти но по духу потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти это послание к римлянам 8 глава 1 2 стих бог нас освободил от закона греха и смерти интересно оказывается существует целый закон закон греха и смерти что это за закон который нам мешает жить вместе с богом одно из препятствий это когда мы ищем грехи в себе и иногда это трудно тогда мы переключаемся на братьев сестер потом на соседи и так далее искать грех размышлять о грехе хватит стих 1 нет ныне никакого осуждения тем которые во христе иисусе живут не по плоти но по духу хватит искать в себе и другие грехи кто пришел к богу с верой во христа иисуса теперь дитя божье секрет жизни в боге живут не по плоти но по духу мы не должны тратить время на чтение библии и размышлять о грехе давайте читать библию и размышлять о правде добрых делах иисусе христе и давайте размышлять о духе святом который сегодня с нами и в нас пребывает именно он помогает и ведет нас жизни по духу именно дух святой а вас ведет дух господень если да поставьте лайк под записью раскройте свою страсть к богу примите жизнь полное удовлетворение закон духа жизни бог приглашает нас во христе иисусе к жизни с духом святым это называется закон духа жизни что это за жизнь и к чему она ведет это жить просто жить но с богом до просыпаться идти на работу будить детей и собирать их школу а по воскресеньям идти на собрание встречу с богом всей семьей а если есть это в мыслях планах у бога служить братьям и сестрам дарами духа святого но это если есть желание и возможность жить без осуждения жить искать добра воспитывать детей общаться с братьями и сестрами и это все вместе с богом духом святым а всего в чем мы слабы нам не достает знание умение то нам помогает во всем бог дух святой постоянно видя божьи дела в своей жизни и окружающих хочу жить но осуждают окружающие когда есть семья то муж и жена обычно друзья и никто третий там не нужен так ведь представьте что господь ваш жених ищите стройте ваши взаимоотношения с господом иисусом христом как и в семье между мужем и женой нужно предлагать усилия чтобы стать друзьями так и с иисусом христом но это возможно привести свою жизнь в такое состояние когда никто третий между нами не станет чтобы господь стал другом чтобы ничьи мнение не могли испортить отношения между господом и мной даже когда наушники сплетники пытаются наговорить на моего друга христа я скажу нет это не так я не верю вам отойдите от меня делающие беззакония я знаю его мой господь никогда этого не сделает и не скажет жить так что даже если что-то происходит в нашей жизни мы могли сказать это все результат моих взаимоотношений с богом и никто не люди даже ангелы сатаны не смогут стать между мной и богом скажите друзья аминь грехи на исповедь хочу жить с господом иисусом христом хочу жить живите с господом иисусом христом это была маленькая первая проповедь на 4 видео хочу жить так живи вместе с богом в его полноте вторая кто я баптисты писятники элиты харизмат третья сплетник скрытый враг церкви и четвертая церковь иисуса христа и церковь давида следующая будет на тему кто я баптист писятник или харизмат это как определить и как это влияет на нашу жизнь и служение в боге а следующая будет о враге нашей полноценной жизни в церкви это сплетнях далее о церкви христа поговорим на примере давида его служение как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит слово божье о наших грехах на исповедь и кто нам помощник более того мы еще много будем говорить на темы церкви молитвы бога иисуса христа и духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова с вашего позволения сегодня заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого то конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и перед